всем добрый день это проект редколлегия читару меня зовут артем стремилов я редактор читару и сегодня у нас в гостях председатель забайкальского краевого отделения независимого топливного союза россии павел сорокин здравствуйте павел здравствуйте и мы поговорим о теме которая сегодня волнует каждого автомобилиста в забайкале это рост цен на топливо на автомобильное топливо бензин дизель а мы увидели значительный рост особенно в сентябре но прежде чем мы об этом поговорим павел расскажите пожалуйста как давно вы в этой отрасли и какую организацию вы представляете кто в нее входит на топливном рынке с 1900 с 1998 года получается вот уже не один год представляю сейчас все-таки независимый топливный союз россии а что это за организация возник в основном в 2018 году вот когда случился топливный мировой кризис да там в код в это время тогда дональд трамп он вышел изделки с ираном и снова его на него наложен санкции ну как сейчас на россию тогда на иран вот и в черт там было за запрете продажи нефти на рынок и соответственно цены на нефть скаканули и это отразилось и на внутреннем рынке нашей россии тогда правительство начало жестко регулировать цены вмешалась в процесс чтобы но вот как раз наши покупатели бензина не сильно заметили последствия этого кризиса но в это время все эти постановления касались в основном вертикально интегрированных компаний в россии это газпром роснефть но и прочих но не коснулись тех частных заправок которыми собственно мы все пытаемся руководить ну кому не нравится кому не нравится но нас много вот но мы оказались за рамками этих соглашений поэтому назвали независимый топливный союз ну вот на территории забайкале нас более чем 220 заправок на территории россии в последнем мы занимаем где-то порядка 30-40 процентов топливного рынка вот как бы такую организацию представляю в сентябре мы увидели ощутимый рост цен автомобильное топливо в среднем цены росли даже до 5 рублей как мы посчитали мы об этом писали он давайте еще раз проговорим основные причины почему именно сейчас мы видим столь резкий скачок цен вы сейчас о каких цена говорить на бензин на зс который на каких она независимых на независимых да потому что мы понимаем что на роснефть цены сильно не меняются ну пожалуй об этом конечно интересно поговорить и в общем то я не раз об этом и останавливался и в других выступлениях говорил ну давайте сначала так небольшой обзор по бензину дам вот я специально когда шел к вам поговорить с вами да я заглянул как в одном мультфильме интересно говорят интернет врать не станет поэтому я взял факты которые публикуются в интернете 80 год 2000 год 2023 год вот если помните хлеб стоил у нас 80-е годы там 16 22 копейки в 2000 году он 6 рублей стоил это я уже даже не по памяти а просто по интернету вспоминаю но сегодня 45 рублей но хлеб в среднем стоит соответственно рост с 80-го года 204 раза хлеб возрос то же самое с бензином произошло 40 копеек ну там 20 40 копеек он стоил 80-е годы 750 стоил в 2000 году и сейчас он стоит ну на роснефти 51 рубль сейчас правда везде пишут что уже 52 не заглядывал но наверное возрос маленько то есть в 127 раз то есть 204 127 раз то есть бензин возрос в цене менее чем возросли другие продукты питания я зашел подальше маленько взял графики действительно у нас практически рост всей потребительской корзины он примерно одинаково растет с бензином но бензин меньше что самое интересное он как бы на планку ниже идет особенно вот как раз 22 23 года он сильно оторвался он остался внизу все остальное существенно ушло вниз можете посмотреть принципе я думаю даже да вот пример рост квартиры да они возросли но существенно круче а вот мы это не обсуждаем сейчас но она так 2000 годом хлеб возрос в семь с половиной раз бензин 6 и 8 раз тоже продукты ушли чуть чуть быстрее бензин чуть-чуть сзади поэтому ну и зарплата да вот опять же это все интернет врат не станет 195 рублей 80 год 2200 рублей 2000 год и 68 900 сегодняшний день 23 год то есть зарплата возросла 353 раза то есть продукты 204 зарплата 353 раза но по сравнению с 2000 годом в 31 раз при росте цен 68 раз то есть как бы мы по зарплате получается обгоняем чтобы подтвердить рост нашего благосостояния посмотрела сколько машин стало да если 80 году машин было 30 на душу населения то в 2023 году 315 но чувствуете да мы в 10 раз машины поднялись возникла спрос предложения вырослый бензин но бензин как ни странно на зарплату его можно купить гораздо больше чем восьмидесятые годы и тем более в 2000 годы то есть как бы мы живем нормально у нас вот рынок бензина он развивается не по рыночным отношениям цена формируется не рыночным способом на нее очень государство очень сильно влияет они принимают различные меры и поэтому цена на бензин у нас примерно идет по ну как бы в рамках инфляции то есть там где 4 5 8 процентов но не выше то есть это не потому что бензин в мире поднимается по-другому просто у нас стране его поднимают рамках инфляции поднял еще одну таблицу в долларовом выражении вот часто бывает вопрос влияет ли нефть на бензин цены на нефть да здесь у нас стране так как все-таки госрегулирование создается полная видимость что мы полностью от уровня от нефти но вот опять же интернет врат не станет если мы выразим цену бензина в долларах то мы примерно как вот доллар в мире прыгает такой у нас цена шла то есть все-таки от курса валют что-то зависит да у нас просто когда на мировом рынке поднимается нефть доллар тоже за ней поднимается и соответственно у нас хоть и цена остается прежняя но в долларовом выражении она в общем-то повторяет график нефтяного рынка мирового что касается уже ближних лет когда появился независимый топлив союз и почему 2018 году у нас резко пошел очень резкий рост цены на нефтепродукты в россии и практически там на 5 процентов публикую данные и правительство конечно резко вмешалось она сразу же указала или договорилась как хотите понимаете с нефтяными компаниями о том чтобы остановить рост розничной цены и приравнять его все-таки к инфляции но это коснулся еще раз говорю только от винков нас независимых это не коснулась мы остались стороне и тогда так как общий рост оптовых цен на месте не остался его не отрегулировали мы оторвались мы сначала пытались из всех сил остаться на прежнем уровне их потому что нам отрыв от трус нефти от винков он ведет тому что к нам просто не вот в те времена почему я собственно пошел и начал рассказывать всем людям с этих всех ситуациях потому что в зс полетели ко мне вот и но можно сказать что справедливо потому что она действительно мы не смогли удержать цену цена отрывалась на 12 рублей это было для нас очень болезненно сама ситуация именно для частного рынка потому что у нас снизился товарооборот существенно правительство чтобы удержать цену ввело демпсирующий механизм то есть у нас же две задачи нужно с одной стороны для государства заработать как можно больше налогов получить больше прибыли чтобы обеспечить другие социальные программы поэтому при росте потребления на мировом рынке стало очень выгодно продавать на экспорт у нас все больше и больше ушло продаж за границу то есть у нас стало не хватать топлива в россии и поэтому отряд мерка с восемнадцатого года у нас предельными компаниями была поставлена задача на внутреннюю биржу поставлять четко понятный объем 12 процентов сейчас еще добавили процент тринадцать процентов но там маленькая разница по бензина достаточно для обеспечения всего рынка россии в принципе мы же жили спокойно с восемнадцатого года поэтому будем считать что да и мы с восемнадцатого года вот независимая при высокой цене винки при ну скажем социальной цене которую государство регулирует дошли до сегодняшних дней тут надо объяснить что все топливо которые покупают компании на приобретается через биржу по ценам биржи по 14 году у нас организовался санкт-петербургская биржа углеводородными сырьем который торгует который представляет на внутреннем рынке все эти продажи до этого времени мы покупали напрямую на заводах мы могли договориться с роснефтью там с газпромом и из завода нефтеперерабатывающий купить нефтепродукты то есть у нас был такой широкий круг сейчас это все то же самое но только через биржу то есть у нас отношение напрямую только с биржей заводами мы отношения не поддерживаем никаким образом вот биржа ставит свои условия мы стали покупать только с биржи товар цена розничная новинках и цена оптовая которая идет с биржи она никак между собой не связано то есть розничная цена может оставаться незыблемой при этом оптовая часто выходит выше чем розница но так как все независимые зависят только от рыночных отношений сейчас мы не входим ни в киев регуляторами не получаем никаких не дотации ничего а венки получают до 21 года дотационного процесса в адрес независимых вообще не было и про нас как бы забыли мы жили мы восемнадцатом получали откровенные убытки где-то двадцать первом году ситуация подровнялась независимые стали вровень примерно с винками но тем не менее винки были регулируемые субсидируемые мы жили как ну вот бирже как настоящий рыночный механизм ничего не происходило двадцать первом году восток стал страдать один до поставок от того что у нас еще и почему чите еще цена выше я кратко скажу но в чите цена выше я как-то даже графики рисовал у нас на правительстве показывал наш ангарский завод он торгуется где-то порядка но на 22 год на 3 рубля дороже чем остальные заводы россии уже сам по себе он продает у него более низкая выработка по сравнению там самарскими с другими заводами центральными и соответственно у него цена чуть повыше но может быть и сама компания цены подравнивают под наш регион плюс тариф которые другие регионы не обладают чтобы к нам привести нужно еще заплатить сегодня там 4 рубля и выше на тот момент тоже 3 рубля вот 6 рублей разницы между скажем даже той же бурятии и за балькайским краем иркутск еще лучше живет москва те регионы у них еще веселее то есть мы за просчитывали у нас наценка средняя составляла там порядка 3 5 процентов центральных регионов наценки были выше до 25 процентов при том что цена у них была ниже это особенность нашего региона поэтому все что мы говорим о ценах это определенной объективной ситуации мы от них убежать но вряд ли сможем когда-нибудь этом вы говорили что то что вызвано ситуации сентябре связано с тем что топливо которое продавалось на внутренний рынок некоторые организации стали перед перед продавать на экспорт двадцать втором году мы очень тесно работали с из с исполнительной властью забайкайского края и с законодательной властью и на уровне законодательной власти мы тогда с битым тюрюхановым и михалыч коном предоставили им документы они живо откликнулись на тот тезис что вот тариф мы не достаем до заводов центральных мы не можем покупать вследствие очень резко возрастающего тарифа железнодорожного и мы вышли тогда на них они соответственно обратились к союзу ассамблея дальневосточная ассамблея по-моему петровича труд него и соответственно этот выход от то что сделали михалыч кон и дмитрий тюрюханов да он получил отклик и мы получили субсидию которая действовала сначала для нас на перевозки с дальних заводов то есть государство выдела субсидии если мы покупаем на дальних заводов она там какую-то нам часть компенсировала это на цены повлияло слабо но мы хотя бы смогли покупать по одинаковым ценам на ангарском заводе и скажем там на московском заводе но грубо как-то та ситуацию поправила мы порадовались но потом дальше произошло рынке опять посмотрели на эту ситуацию и начали субсидию забирать чуть быстрее нас потому что покупая большие объемы перевозя их они в общем-то субсидии у нас забирают нам кровь и достаются иногда там накито вагоны перепадают на сегодняшний день ну вот сюда добрались до сегодняшнего дня цены были примерно так одинаково где-то маленько отрывались но случился следующий топливный кризис но здесь больше он случился из-за ситуация своего когда все страны начали нам противодействовать америка начала принять нам санкции европа к ним присоединилась и эти санкции коснулись покупки нефти у россии вот они посчитали собственные возможности на тот момент подумали что им хватает собственных нефтеперерабатывающих заводов но столкнулись неожиданно с тем что во первых их не нефтеперерабатывающие заводы они работают только с нашей нефтью в основном вот и не все заводы смогли ее перерабатывать достаточном количестве при переходе на другие виды нефти они ну просто не смогли выработать нужное количество во вторых россии саудовская аравия глядя на эту несправедливость скажем так они тоже убавили добычи нефти и на рынок поступать устало меньше кратно в европе возник дефицит соответственно цена сразу скаканула вверх очень существенно и в это же время россия правительство решила что нужно убавить демпфер два раза который она возмещала под как альтернативу продажи за рубежом и на внутреннем рынке она объявила что дефир будет уменьшен на 50 процентов то есть рост доллара очень сильно увеличивший дефицит на рынке на мировом а он еще и вскаканул потому что весь мир двадцать пятому году опубликовал о том что они переходят на электроавтомобили и соответственно нефтеперерабатывающие компании ну как по мнению экспертов они просто перестали вкладывать в переработку нефти но сложилась ситуация сегодняшняя и переход на электроамобили ускакал на тридцать пятый год в инвестиции в нефтепереработку они как бы не увеличились для европы конечно сейчас это не кризисная ситуация но определенный дефицит есть соответственно из россии начали покупать больше возникла большая цена а демпфер уменьшился нефтяные компании конечно не поняли этого маневра и даже и собственно даже тот объем который выделялся на бирже начал скупаться трейдерами и продаваться тоже за рубеж собственно на внутреннем рынке тоже возник дефицит скаканулась нового цена и мы вот сентябре месяце столкнулись с тем что мы собственно не могли отгрузиться заводов практически никаким образом у меня объема купленные в июле мне в конце концов на ряд водчик отказали просто потому что не смогли мне их отгрузить самарус нефть мы столкнулись с повышением цен на оптовом рынке существенно при том так как винки зажатые соглашением рост у них очень ну такой небольшой а мы не то чтобы не зажатые мы по-другому жить не можем то есть у нас есть своя рентабельность и ниже ее мы опуститься но будет уйти невозможно и то вот я считал я готовил ответ прокуратуре что они нас постоянно спрашивают почему у нас рост растет посчитали рост оптовый рост цен на 95 бензин но у меня получилось с января на 58 процентов цена выросла на опте на 92 на 71 процент дистоплива осталось более-менее безменее 2 процента но она начало в сентябре подниматься догонять сильно рост розничной цене это я опять же по области сейчас говорю там где максимально увеличилась у нас прошел по 95 на 19 процентов но вот 58 и 19 процентов рост на 92 71 и 14 процентов и но на дизель практически она если изменилась тоже на 2 процента правительство принимает меры мы знаем что введено временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива вот как долго может такое ограничение сохраняться возможно ли его сохранять и чувствуете ли вы что уже начало влиять это ограничение на снижение цен или хотя бы чтобы затормозить их на оптовые биржи биржи оптовые цены и работа правительства у нас страна большая работа правительства сказывается на нас через какой-то влагу времени мы не можем вот решение принятие но дальше сработает насколько задержится экспорт ну давайте возьмем завода которые выпускали опять же я не привязываю цифру допустим миллиард тонн и продавали на биржу 13 процентов 10 процентов с миллиарда там 130 тонн до затормозили экспорт куда девать то все у заводов остается выход но и дешево продавать завод тоже не будет потому что но это они тоже коммерческие люди они тоже считают но допустим завод сейчас упадет и не будет производить завод остановить сложно запустить еще сложнее вот это решение то есть она ситуативно и она не может продолжаться долго это она может продолжаться только по мере заполнения им костей которые резервные заводы могут заполнять потом топлива надо если или сокращать или принимать какое-то взвешенное решение я думаю что правительство найдет способ как эту проблему решить как это повлияло цены сразу пошли вниз в сентябре на бирже цена рухнула там на 10 рублей потом еще ниже как бы мы закупились уже по большим ценам бирже нам стоят условия что при покупке при оплате нефтепродуктов которые мы вот в живом в рыночном режиме купили на бирже она вам отгружает их не менее чем шить через 60 дней два месяца то есть на сегодня как это выглядит красиво мы купили дизельное топливо по 100 рублей ну то есть она до этого стоило 70 рублей возросла до 100 рублей на бирже мы купили ну кто я думаю что некоторые купили по 100 рублей потом было там возрастание зимнего топлива мы купили его по 100 рублей биржа отгрузит нам его через литр 100 рублей литр килограмм килограмм ну литр 8 давайте 85 рублей но это все равно дороже розницы сейчас я когда считал у меня честно говоря волосы дымом вставали но она откатилась маленькой но тем не менее была такая цена я думаю что тут все равно купил эта бочка отгрузится через два месяца то есть купив в сентябре мы ее под по заявлению бирже когда мы к ноябрю к ноябрю то есть 100 рублевая бочка к ноябрю отгрузится но это в худшем варианте может быть раньше но давайте худший рассматривать вариант взялись ноябре на отгрузится цена упала до там скажем 70 рублей тоже в сентябре последующая бочка куплена то есть мы можем ожидать этот всплеска и падение какой-то розничной цены о ней говорить только к ноябре месяц но что будет ноябре месяцем опять же не знаем какой топливный кризис нас ожидает как сыграется на на бирже к ноябрю месяцу и вот как бы мы всегда живем в состоянии непредсказуемости то есть вот сегодня ситуация на рынке такая мы с вами не разговариваем но мы говорим уже о ноябре месяце о последствиях которые сложились сегодня если мы говорим о ноябре месяце что будет ноябре месяце кто знает я не знаю а вот такой вопрос а краевые власти тоже собираются на совещание обсуждают вопрос цен на бензин они у них есть какие-то реальные именно в регионах рычаги на то чтобы повлиять на цены на бензин или это просто обсуждение не ну рычаги конечно есть у нас все таки есть антимонопольная служба но справедливости ради сказать что антимонопольная служба тоже смотрит рынок мониторит я не могу никаких упреков предъявить они нас спрашивают они дают запросы очень строго следят за необоснованными повышениями цен но на сегодня необоснованного повышения цен нет у нас есть покупки есть реальные условия в которых мы живем и поэтому в общем то претензии ну местами есть но в основном нет но это не та ситуация когда можно пытаться урвать кусок потому что объективно такая ситуация на рынке происходит это сейчас видите как у нас существует два рынка что в принципе быть даже по закону вроде как не должно у нас существует рыночный рынок независимые и государственный рынок я уже всяко-разно думаю как ну давайте есть субсидированный бензин да есть рыночный бензин но если так то надо наверное но сейчас такая ситуация чисто вот в медийном поле что все что написано про бензин в печати это касается точнее все что касается решений это касается государственно управляемого рынка все что касается отрицательного рост цен там нет бензина на зс это все касается независимых и даже промельки такие вот выражения что если у кого-то бензин кончился вот вообще россии бензин есть а почему у тебя-то нету и объяснить сложно почему нет потому что не отгрузили не пришло но потому что жители районов больше всего на себе ощущают вот это происходящие вещи и потому что независимые заправки и работают в районах а почему винки туда массово не идут потому что нерентабельно но почему вы тогда там работаете можете тут объяснить это какая-то социальная нагрузка или что это ну вот смотрите мы потратили на организацию рынка очень большие деньги да я имею ввиду частных торговцев и в общем-то государство сказало что оно с работает мы много раз задавали вопросы вы нам скажете если вам не будем нам не нужны вот но выпусти закон сказать все мы рынок монополизируем делаем у государством все свободно все нет нам говорят работайте у нас есть законный налоговый кодекс кодекс там всего остального мы раздеваем в рынке поэтому вы пожалуйста давайте работайте мы им хорошо будем работать тогда вы нас хотя бы как-то держите даже не то чтобы поддержите поставьте какие-то конкретные условия не разделяйте есть допустим механизм регулирования на винках но примените так чтобы мы имели четко понимаемую нами прибыль ради нее мы и работаем все вот и поставьте на такие условия когда мы будем хорошо цены пускай будет одинаково со всеми государственно регулируемые но мы должны получать прибыль вот мы не можем от нее отказаться нам нельзя сказать что ребята ну-ка упадите вот на цены винков вот сейчас разница в 11 рублей у меня по области по бензину по турции по дистопливу я не считал думаю что еще и больше я не могу эти 11 рублей кому-то подарить потому что мне нужно выдать зарплату мне нужно платить электроэнергию дорожники ко мне приходят вот ты полотно перестели потому что должен хорошо должен где деньги-то брать это при азвес полотно тоже за него отвечает ну да мне пришло сейчас с ними в диалоге и в общем-то наше и требование и просьба на собственно и замечать то не надо мы сами работаем прекрасно потому что когда начинают замечать еще и хуже получается чаще всего почему роснефть не идет в регионы но я повторюсь мы у нас 220 азс по всему краю сейчас 6 азс роснефти даже когда у нас был нефтемаркет в 80-е годы трассами обеспечены были в основном значимые населенные пункты мелкие населенные пункты в то время нефтемаркет практически обходил но тогда и машин было мало сейчас машина в каждом дворе не по одной везде и вот ставить большие заправки роснефть по всем деревням точно не будет но если роснефть зайдет и поставит по значимым районам свои заправки и на этих ценах останется независимые просто разоряться если ситуация не изменится тогда мы потеряем рынок независимых азс но я уже вернулся то есть вы нам скажите если мы вам не нужны ну тогда пожалуйста скажите я будем думать уже что с этим делать 3000 рабочих а возможно ли вообще такое что когда-то в каком-то районе настолько будет не рентабельно держать азс что она закроется вообще такой вариант возможный останется какой-то район неприкрытый полностью топливом это вообще правдоподобный вариант если он работает в минус например если так ситуация будет развиваться но по стране заправки закрывается но те которые среди не постоянно поступает то одна заправка закроется но если до семнадцатого года заправки вот курс появился до семнадцатого года вот в таком виде которому есть брк развивается очень неплохо да если ситуация будет продолжаться и тем более если рентабельно заставит правительство вполне понимаю у них два варианта или исправлять ситуацию экономическим путем но то что я сказал выравнивать условия для независимых для винков на этом рынке и тогда у нас сейчас почему собственно вопрос возникает потому что как раз эта разница и есть вот до семнадцатого года примерные цены были одинаковые они тоже росли но вот недовольство населения было практически незаметно да было единственный вопрос почему в забайкайском крае дороже чем бурятии вот единственный вопрос который был он и сейчас такой же да а сейчас вопросов больше сейчас кроме почему дороже чем бурятии еще и дороже чем у нас здесь на местном рынке есть в районах дороже а почему еще дальше дороже к чему это ведет на заправках рознефти увидели сколько машин да какие очереди некоторые стоят люди пытаются заправиться там где дешевле абсолютно нормальный вы когда видите на баннерах обещание депутатов что они будут удерживать цены на бензин или как-то снижать их вы что в такие моменты думаете полностью за понимая этот рынок я им верю мы же отработали с депутатом филим михайлович им к нам отработали очень продуктивно а то есть вот мы видим что но этот тот пример давние уже а сейчас это возможно еще каким-то образом повлиять на эту ситуацию думаю это единственный выход бороться именно на уровне депутатов на уровне правительства то чтобы мы остались все-таки в коммерческом государстве не ушли почему я все таки вот за этот рынок который есть не мы много встречались и разговаривали в правительстве они говорят мы будем предоставлять места руснефти они их предоставили они приняли закон даже без тендера они готовы предоставить там 80 мест звучало строить я не хочу тут уже пять лет как строить я не хочу руснефть не идет потому что им не интересно забыкальском крае два с половиной человека на квадратный километр но это мало населенное регион надо понимать и проливы на независимых очень низкие то есть если ну руснефть проливает 6 заправок они проливают столько же сколько мы все наверное вот и вот смысл руснефти там растягивать свою сеть когда построив новое с они не получат новых особо там притоков нет и нам надо остаться все-таки ситуация которая есть нам нельзя звать для решения семейных проблем соседа также у нас нам нужно здесь разбираться поэтому у нас очень большие надежды как раз на депутатов на наше правительство получается исполнительная законодательная власть в связке с вами все-таки могут отстаивать и ваши интересы тоже ну собственно я думаю что они для этого и работают чтобы они отстаивали все-таки наш регион наших людей а мы тоже в общем то любые коммерсанты те же самые жители нашего региона я думаю что это в любой отрасли касается и еще вот такое уточнение у меня в последнее время в редакцию приходит немало сообщений о том что в том или ином районе заканчивается бензин на зс прямо написано нет топлива почему такое происходит сейчас то я сам поставил целый месяц у меня не было 92 95 сейчас только с поставками где-то задерживаются или что ну во первых как я сказал период резкого отопливного кризиса резкого увеличения экспорта заводы просто не справились с отгрузками ну хоть чего в этом не говорили но отгрузки были остановлены существенно остановлены и многие мои компаньоны да друзья они об этом говорили и кто успел кого дорога приняла к выгрузке они не остановились успели но у меня не отгрузилось я простоял это конечно за счет за счет того что много азс у нас в крае не привело к тому что но вот люди не смогли заправиться никакого коллапса собственно не было но был дефицит был мы справились у нас это в общем-то постоянно бывает из прошлые годы было особенно вот в осенью когда начинается уборочная второе как раз это уборочная перепланирование всех отгрузок на восток у нас очень сильно забита железная дорога у нас бочки поставляются не так быстро как раньше они идут гораздо дольше то есть дороги есть чем заниматься она не может пропустить весь грузопоток вот так быстро как раньше с этим они работают борются это видно но имеем то что имеем вот следствие вот этих двух факторов загруженности железной дороги снижение отгрузок но тот коллапс был какой-то там период сейчас уже выравнивается ну я очень сильно надеюсь подведем итог я понял вашу позицию кстати интересно и про депутатов кстати интересно получилось что все таки есть и на местах возможности каким-то образом влиять на ситуацию и на федеральном уровне принимаются меры дайте небольшой прогноз ну как вы сказали рынок непредсказуемый конечно и ситуация топливного рынка непредсказуемая но все же что ждать за байкальцев скажем ближайший месяц остановится этот рост не остановится будем ли мы дальше фиксировать каждый день выросла на рубль выросла на 2 давайте наверно во первых поделюсь своими надеждами на ситуацию по работе с правительством по работе с депутатами я все-таки хочу хочу и мечтаю на на об этом чтобы все таки легкий путь по привлечению вот этого соседа в семью до для решения проблем он остался где-то там за рамками чтобы перестали звучать выступлениях и депутатов том числе да и в правительство вот мы сейчас эту проблему решаем путем привлечения соседа вот сюда зайдет и все будет шоколаде давайте оставим я мечтаю о том чтобы все-таки они эту мысль оставили в стороне чтобы этот здравый смысл к нам пришел и мы вернулись все-таки решению проблем именно нашего забайкальского края с жителями забайкальского края с коммерсантами забайкальского края чтобы все-таки вот разворот произошел ну как чтобы в семье как проблему решить но люди везде в грузии в армении да не собирается толпой решает проблему вот а у нас почему-то сразу все в разные стороны пытается каждый себе там счета урвать чтобы вот это вот каждый себе чего-то урвать у нас ушло давайте все-таки решать здесь поэтому у меня большая надежда что мы эту ситуацию поправим разницу между независимым сектором и винками чтобы у нас все-таки на рынке мы к чему-то консенсусу пришли тогда вот это вот вопиющего безобразия у нас не будет мы сильно над надеемся я об этом не раз говорил то есть мы не не желаем чтобы у нас такая разбег цен был на что надеюсь на рынке но вы живете не даром привел динамику с 80 года все-таки это но сколько лет могу ошибиться в математике все в школе учили до больше 40 лет на рынке ничего не меняется то есть динамика в рамках инфляции она так и будет продолжаться рост бензина конечно будет но взрывного роста какого-то такого прям чтобы он убежала от наших зарплат от наших что такое дорого это сравнительная характеристика как на день на три кубки определенно не хватает пускай она инфляция это все-таки нужная вещь она нужна в экономике государства это развитие по сути какая инфляция в общем-то надо с экономистами более подробно но тем не менее она полезна поэтому я думаю что бензин будет расти но в пределах инфляции управляемый государством если будем надеять спасибо спасибо большое это был павел срокин мы заканчиваем нашу лет коллегию всем пока